Микс Ньюс Министр сообщения Талас Линькаец у нас в студии. Первый же вопрос по бюджету. Наконец-то можно, наверное, вздохнуть с облегчением. Он вам вообще принес какое-то удовлетворение. Вот этот бюджет что-то у вас может быть. Вдруг какой-то сюрприз приятный был для вашего ведомства. Бюджет у нас технический. Это то, что мы получили с предыдущего правительства, практически ничего не меняя, и одобрили. Бюджет позволяет дальше работать, но каких-то таких позитивных моментов там нет. Просто покрываем нужды ежедневные. Скажем, по ремонту дорог можем в этом году работать на 77 объектов. Около 800 километров дорог. Это как и планировалось, да? Ну да, это такой среднестатистический уровень в году. Но ничего такого особенно большого, но начать заново не можем. Как мы понимаем, выступал на днях, интервью было господина Ланге в «Недкариге», который говорил о том, что придется смириться с мыслью о том, что денег будет меньше на дороге. Да, поскольку деньги от европейских фондов заканчиваются, еще в этом году чуть-чуть есть и чуть-чуть останется в следующем, но, в принципе, да, общий объем денег на дороге меньше. Да, приводились цифры, что, в принципе, сколько тратится на дороге, и что на дороге нужно тратить в три раза больше, там получается так, более 600 миллионов. А скажите, а когда будет известно, вот насчет следующего, допустим, будет ли следующий транш Европейского союза или нет? Ну, Европейский союз, в конце концов, никуда не девается, несмотря на Брексит. Ну, должны же быть какие-то новые фонды. И ремонтировать есть. Да, после 2020 года будет жизнь. Да, это зависит от переговорного процесса в Европе, в Европейском союзе, насколько я понимаю. Еще, ну, как минимум год для дискуссии насчет тем, как будет вообще структурироваться бюджет Европейского союза, на какие основные приоритеты, как именно будут строиться кохезии фонды, другие фонды. Так что, ну, год-полтора еще будем ждать. Ну, а вы думаете, что вот на дороге в следующий раз ничего вообще не получится? Или будет какая-то вот новая формата? Я думаю, что будет возможность хотя бы на главных дорогах тратить деньги, но с каким-то определенным смыслом, не просто ремонтировать дороги, но доказывать экономическую обоснованность, скажем там, нового обходного пути в Бауске или Ецове. Это будет возможность. Но так просто, что мы технически ремонтируем дороги, наверное, нет. А вот связать это каким-то образом с нашей административно-территориальной реформой, что у нас все-таки сейчас перестройка грядет довольно серьезная, да, из 121 в 25 самоуправлений, может быть, можно каким-то образом переформатировать эту проблему. Сокращение самоуправлений. Да, но это уже национальное финансирование, об этом мы начинали говорить с моими коллегами, что, конечно, если есть территориальная реформа, то должна быть какой-то помощь или какой-то стимул для самоуправления. И одним стимулом таким может быть и финансирование дорог. Вы, как Вы относитесь к критике Ушакова из-за состояния дорог в Риге, особенно вот эта боевая дорога на Чака? Эта критика справедливая? В Риге, как и во всей стране, тоже не хватает денег на транспортные, разные транспортные мероприятия, в том числе и на дороги. Наверное, тут можно говорить о планировании, о продвижении больших проектов. И улица Чака вот одна из таких. Я каждый день утром еду на работу по улице Чака и это чувствую на себя. На чем Вы едете? На самокате? На троллейбусе. Ну, на самокате еще холодно. На троллейбусе? На троллейбусе, да. А как люди реагируют на то, что Вы на троллейбусе едете? Ну, по-моему, привыкли. Я просто восхищаюсь иногда мастерством водителей троллейбусов, особенно когда там ремонтируют какие-то ямы. Объезд ям – это мастерство. А Вы, когда погода будет уже теплой, будете на самокате ездить? Это правда? Ну, может быть, на самокате, может быть, на велосипеде. Посмотрим как. Это экономия или это продвижение такого зеленого образа жизни? Ну, по-моему, это просто нормальный, если живешь в хорошем городе, то это нормальный вид передвижения. Я был вчера в Вильнюсе и видел, как работают эти прокатные пункты этих самокатов. И люди очень много этим пользуются. Электрода самокатов. Кто-то в министерстве еще последовал Вашему примеру? Вы кого-то заразили этим своим подходом? Я думаю, придет лето, посмотрим. Скажите насчет зеленой. Тогда я хотел, может быть, коротко про электрификацию страны. У нас до сих пор еще есть дизельные маршруты поездов. Когда это решится? Да, у нас старая схема электрификации. Она действует уже с советских времен. Надо менять. Ну и дополнительно, конечно, есть план электрифицировать линию от Риги до Дагопилса. Если все пойдет хорошо, то до 2023 года мы должны это сделать. Есть средства на это, да? Есть европейские фонды. Но мы должны там еще чуть-чуть одумать, именно как этот проект пройдет. Вот если про Дагопилс. Я из Дагопилса сейчас буду чаще там бывать. Я хочу спросить, что у вас есть в плане то, что произойдет с вокзалом. Потому что он очень красивый, но, по-моему, никак не используется и, наверное, дорого обходится. Может, там продаете вы его. Кому? Кому, да? Кому нужно продать. И зачем продавать? Я думаю, что второй по величине город и большой транспортный узел достоин хорошего вокзала. И я был в прошлом году там и видел, в каком состоянии вокзал находится. И это неприемлемо. Есть у нас другие хорошие примеры. Вот Цесис, Сигулда, которые совместно с Латвией с Дзелсой, с самоправлением, нашли применение и нашли возможность ремонта. Я думаю, это просто такая обязанность Латвии с Дзелсой серьезно заняться этим вопросом. Ну, вот, если вы говорили о Латвии с Дзелсой, что там тоже какие-то перемены, вы сейчас, объявлен конкурс на должность членов правления. С чем это связано? Как мы и наблюдаем вашу деятельность там, где-то то там перемены, то там госсекретарь подал заявление об уходе. С чем это все связано? Какие-то, скажем, новая метла пришла и расставляет по-новому фигуры или вы объективно смотрите на вещи, это все требует каких-то перемен? Если говорить о Латвии с Дзелсой, что вообще ситуация на железной дороге концептуально меняется. С этого года у нас формально действует открытый рынок перевозок и пассажирских, и грузовых, меняется система финансирования инфраструктуры железной дороги. И это требует от предприятия нового подхода, то есть не то, что вот тебе... Есть возможно, есть просто грузы, которые там идут, и ты на это смотришь так со стороны, ну хорошо, они там идут. Сейчас надо работать и по привлечению грузов, в том числе и внутренних перевозок, и думать о конкуренции, то есть, чтобы отношения к разным перевозчикам были одинаковы. И это требует какой-то такой новый бизнес-подход, переосмысления организации работы, переосмысления финансирования и затрат на инфраструктуру. И я думаю, что с этим надо очень серьезно заниматься, потому я решил, что три члена совета, мы говорим о совете предприятия, что это недостаточно, мы говорили, у нас был разговор с председателем совета, господином Ланге, что есть необходимость привлечь и финансистов, и тех людей, которые занимались уже таким пересмотром организации предприятий, и потому мы такой конкурс на два дополнительные места провели. То есть, означает ли это, что руководство железной дороги, в принципе, поменяется? Будем смотреть, там будет совет, сначала должен провести всесторонний аудит работы предприятия, и потом будем смотреть. Как долго это можно смотреть? Ну, такой спешки в таком самом большом транспортном предприятии нет. Я думаю, мы в этом году должны посмотреть на организации работы в Латвии. То есть, вы считаете, что железная дорога, она должна как бы повернуться лицом к пассажиру? Да, именно. Лицом к клиенту. Клиент. Ну, клиент – это, по сути дела, пассажир. Для этого, видимо, потребуется какой-то, не знаю, компенсационный момент со стороны государства все-таки? Государство всегда датировало пассажирские перевозки, фактически под этим так тайно датируя вообще железную дорогу Латвии. Это сохранится, конечно, издержки на инфраструктуру имеются, и вопрос только о том, каким правильным образом это структурировать, и как сделать так, чтобы и Латвия сделала, и было заинтересовано снижение расходов. Да, вот если говорить о железнодорожных станциях, известно, что вам пишут письма, что состояние туалетов на некоторых станциях, там Лудзо, Зилу, Парезок, на катастрофическом. Стыдно, просто стыдно за состояние отдельных элементов железной дороги. Почему так долго это происходило? Ну, я подразумеваю, что, конечно, приоритет был отдан грузовым перевозкам. Занимались модернизацией основной инфраструктуры, то есть железной дороги, сигнализацией, там, сортировочных станций. Это все необходимо, конечно. Но вот мой приоритет – это забота о людях, как вы говорили, и о том, чтобы мы, как пассажиры, как люди тоже чувствовали 21 век. Ну, может быть, это потому, что вы сами ездите на поезде? Если бы вы не ездили, вы бы… Ну, наверное, да. Это надо… на себя все надо попробовать, и тогда есть мнение. Если пересадить все министерство на поезд, троллейбусы, может быть, у нас быстрее пройдут перемены какие-то в лучшую сторону? Вы можете прогнозировать, если люди отказываются от машины? Я вижу, вот мои коллеги, операторы, фотографы, раньше на машине приезжали на съемки, а сейчас на велосипеде с огромным этим рюкзаком, с аппаратурой. То может ли в будущем быть, что люди от машины откажутся, потому что дороги плохие, и будут пользоваться услугами пассажирских перевозок? Нет, ну, конечно, дороги нужны, качественные, и никогда не будет так, что все будут ехать только на велосипеде. У нас много людей живут за чертой города и там, где нет общественного транспорта. Но надо хотя бы стремиться, чтобы переселись с машины на общественный транспорт и где можно, и на велосипеды. Хотелось еще спросить вот по поводу того же съезда железнодорожников, на котором вы вступали, вот по поводу поездов-экспрессов. Да. Да, это тоже такое новшество, что если мы хотим привлечь людей, то надо поменять образ передвижения. И если сейчас поезда останавливаются на каждой остановке, то, конечно, удобнее и быстрее ехать на машине. Но если мы сделаем экспрессные поезда, и такие первые решения уже приняты, чтобы ускорить движение, то и будет смысл ехать из пригородных мест и из отдаленных на поезде. Есть у нас звонок. Талис Линкальц у нас в студии, министр сообщения. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Говорите. Талис Линкальц, а вы сказали, что деньги европейские на ремонт и дорог больше выделяться не будут. А значит ли это, что в шоссе, которое идет, вот участок сначала от Гаркална, потом до Сигуды, а потом от Цехиса до Рецвальцевни, как и останется на веки вечное в том ужасном состоянии, в котором оно находится? Скажите, пожалуйста. Да, спасибо. Это где Сенит? Насчет главных дорог и насчет дороги на Сените, это наш приоритет, и не только финансируются дороги из европейских денег, но и из национального бюджета. И в этом году, если вы ехали в сторону Сените, то увидели, что там уже что-то начинает меняться. С 15 апреля официально начинаются ремонтные работы. Там участок именно от Гаркална до Сените, и у нас есть план также ремонтировать следующий участок от Сените до Сигуды. Проект будет готов в 2021 году, и в 2022-2023 будем ремонт делать и там. Да, можно пояснить, что у нас происходит с конкурсом на новой электричке? Он опять забуксовал, и вот просто для слушателей, потому что они уже, по-моему, запутались в этом процессе. Да, то едут они, то закупают, то не закупают. Да, закупка очень серьезная, большие объемы, большие миллионы, и, конечно, 4 претендента очень серьезные, все хотят получить этот заказ, и потому у нас как в маратоне последние метры, и фотофиниш. Так близко один к другому подошли, что фактически сейчас финишировали, и мы сейчас смотрим на этот фотофиниш. И просто решаем, кто из них первый подошел к финишу. Борьба идет просто на миллиметры, на евроценты, и есть возможности одному претенденту и другому. Просто как решить сейчас в Европе закупок, кто лучше. А это так важно для потребителя, для клиента? Ну, просто такая у нас юридическая система закупок, которые там по миллиметру смотрят обоснования, потому что, конечно, большие миллионы, и претенденты могут это оспорить в суде, чтобы этого не было. Это такая проверка на допинг? Ну да, можно. Ну, допинг мы не знаем, был или нет, это мы потом увидим. Ну, коррупционные, да. Талли Слынка, это министр сообщения у нас в студии. О разных темах мы говорим сегодня, касающиеся министерства сообщения. Вот интересно еще, поскольку у нас еще один подвисший вопрос, наверное, на уровне Европы, это Brexit. Да. Да, 12 апреля новая дата озвучена. Что будет после 12 апреля, поскольку ваши подведомственные учреждения тоже задействованы. В частности, Латвия спасется, например, да, ну и так далее. Да, конечно, никто не знает, как это все. 12 апреля уже вот, но никто не знает. Да, там уже были и другие даты, называли. Но, конечно, и самолеты будут летать, и посылки придут, придут и на машинах. Мы можем ехать в сторону Лондона. В этом, может быть, ничего такого особенного не поменяется, но есть в зависимости от того, какого будет решение, конечно, мульта. Таможня, таможня, таможня будет, надо будет начинать работу, то есть посылки пересматривать и также платить таможенные налоги. То есть у вас просто на сайте сейчас сказано, что до 12 апреля почта работает как обычно. А потом, а потом видно будет. И как это вот, что вот люди 12 апреля, что-то будет как-то внезапно, вот прям 12 апреля станет известно. В принципе, теоретически, если Великобритания уходит от таможенного союза, то посылки, особенно крупных размеров, будут облагаться таможенными налогами. Переводы денежные, нет? Переводы я точно не знаю, тоже советую смотреть на сайте, когда придет время. Но все, конечно, зависит от деталей. О детали мы пока не знаем, поскольку сама Великобритания не определила. Может возникнуть какой-то хаос, неразбериха в связи с этим, как вы видите это? Я надеюсь, что нет, но поскольку нет, конечно, решения непонятно, на каком таком концептуальном варианте они сойдутся, но трудно сказать. Есть звонки. Пожалуйста, надевайте наушники. Прошу вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А у меня вопрос такой. Почему именно в Риге такие отвратительные дороги? Кто за это отвечает? И, например, улица Бривибас только что была сделана. Посмотрите, вся в ямах. У кабинета министры ямы прямо около кабинета министров. Кто за это отвечает? Вот я не могу понять. Да, спасибо большое. Да, за это полностью отвечает Рижское самоуправление. И качество дорог, конечно, одно дело. Другое дело – организация ремонтных работ. И потом, послеремонтный контроль за качеством сделанных работ. И если на государственных дорогах мы ввели очень такой четкий контроль и гарантию пять лет после завершения ремонта, если мы видим, есть какие-то ямы или эти неровности, то предприниматель за свой счет должен все это поменять. Я не знаю, как это организовано в Риге, но я тоже вижу, что даже в тех улицах, где работы сделаны, есть уже какие-то ямы и претензии к качеству. Еще звонки, пожалуйста, слушаем вас. Слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Меня удивляет. Я имею в виду, как можно организовать, вот, как сесть в электричку инвалиду и как из нее выйти. Да, это очень… Новые электрички, они предусмотрены, да. Здоровый человек, там, Геоэльев, скоробкается. Да, и когда будут подняты перроны, вот, возможно ли. Да, стыдно, что вот в 21 веке мы еще должны говорить на эти темы. Но, во-первых, вагонный парк у нас музейный. Музейный, с советских времен, и концептуально ничего не поменяется до 2021 года, когда у нас планируются новые электрички. Новые поезда будут уже… Низка. Низка, низкого пола, там проблем не будет. Есть план до 2021 года и улучшить перроны, поднять во всех основных станциях. Но до этого я ничего хорошего сказать не могу. Особенно стыдно за решки. Вокзал, там, если есть необходимость передвижения не только инвалидам, но и мамам с колясками, то это надо заказывать 48 часов до передвижения. И это тоже такая система, ну, не соответствует сегодняшнему дню, но тоже что-то кардинально улучшить. Мы можем тогда, когда начнется работа по Раэл-Балтику. Тоже 2021 год, когда будем ремонтировать железнодорожную станцию, концептуально сменить, тогда улучшить. Ну да, там даже сейчас не только мамам, там, в принципе, человек с тяжелым чемоданом. Да, трудно. Трудно спуститься к камерам хранения. Не выходи из комнаты. Да, вот еще возьмем, еще примем один звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вопрос от бизнеса. Работаю в сфере грузоперевозок, транспортники, перевозчики, автоперевозчики. Господин министр в курсе решения польских властей с 2017 года ввести правила декларирования определенных групп товаров через свою территорию, не таможенных. Вы в курсе? Вы можете закончить вопрос или это все? Нет, нет, не закончу. Я прошу помощи, потому что мы страдаем. Польша в 2017 году ввела правила декларирования пленных группы товаров через свою территорию, которые мы с 2004 года в Евросоюзе декларировали европейских товаров не предусмотрены. Они ввели правила, за нарушение этих правил они штрафуют сразу на месте 6000 евро, на перевозчика наклад 5000 на фирму, 1000 на водителей. Оплатить эти деньги нужно в злотах наличными на месте. Это огромная проблема. Они просто тиранят всех прибалтийских перевозчиков. У меня вопрос к министру. Первый. В курсе ли у этой проблемы? Раз. Что они делают, чтобы побороть польское правительство с их вот этими дурацкими правилами, которые, на мой взгляд, противоречат каким-то европейским регламам. У нас свободные обращения товаров происходят в Европейском Союзе. Они придумали все какие-то правила и штрафуют нас. И третье. Не можем ли мы всех польских перевозчиков, которые приезжают сюда, поставить всех на обочину в тотальный досмотр за каждое нарушение штрафа, чтобы они наконец поняли, что нельзя издеваться над нами. Они немцев не штрафуют. Прибалтов все как одного ставят на проверки. Да, спасибо большое. Ну вот видно действительно серьезная проблема с 2017 года. Да, уточню у своих коллег. Первый раз слышу об этой проблеме. Постараюсь понять, в чем суть. Но так, чтобы око за око и за этого всех польских перевозчиков также, я думаю, что это неправильный вариант. Посмотрим, в чем проблема и будем смотреть. Да, вы тогда выясните, а мы уже позже у вас выясним, что там получается. Еще, пожалуйста, тогда один звонок примем. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. А вот скажите, пожалуйста, господин министр, а вот зачем надо было тогда тратить деньги, складывать вот в эти вот полутора, ну, остановинчатые перроны? Действительно сделали все красиво, да, но они неудобны, сразу бы электричка не подняться. И надо ли было сразу делать высокие перроны? Вот это вот. Это вы про Юрмала, да? Да, много была реконструкция, Юрмальское направление. Наверное, надо пояснить, что у нас не будут столь высокие перроны, как, скажем, в России. Да. У нас будут такие, как в Юрмале сделали, в таком высоте, и будут остальные перроны. И вагоны мы покупаем особенно предназначенные для этой высоты. Уже готовых новых перронов. А, то есть это будут вагоны под перроны. Да, вагоны под перроны. Ничего менять в Юрмальском направлении не надо будет. Да, сфера такси тоже сфера, которая в вашем импетенции, что там каждый день какие-то новые сообщения оттуда. Да, уменьшилось машин, уменьшились машины, количество машин. Да, мы подготовили предложение по изменению регулирования в таксомоторной деятельности, поскольку та ситуация, которую мы наблюдаем в аэропорту, она неприемлема. Там и крещуют, и... Ну, не война таксистов, но конфликты. Там происходят разные плохие вещи, и мы хотим более жестко смотреть на таксомоторный бизнес, отсечь тех, которые не платят налоги, которые не хотят платить, которые обманывают пассажиров. Вы про вот эти высокие тарифы, которые... Да, да. 70 евро в Юрмалу. Да, ну и 80 до центра и так далее. Это неприемлемо. И будут введены новые правила, по которым в аэропорту, в пассажирском порту, у железнодорожных станций будут особенный режим. А кто кого крышует? Ну, там есть такие особенные парни, там, Гена, Юра. Они сами знают, кто они такие. Гена, Юра, понятно, но там же все-таки территория не Гены и Юры. Ну, вот у нас интересные решения суда, которые говорят о том, что вот это публичная территория, что там каждый может подъехать и работать с таксистом, и аэропорт ничего не должен там делать. Такое решение суда было принято в 2017 году. Сейчас мы просто боремся с последствиями. Поняли, что так на уровне Кабинета министров ничего сделать не можем. Должны быть изменения в законе, чтобы у нас были рычаги от давления на таксистов. Вообще какая-то, конечно, нелепая ситуация, что ни аэропорт, ни министерство не может сделать на территории аэропорта с Геной и Юрой. Да, но таксисты, которые работают честно с налогами и чек выдают, и спрашивают про чек, они все равно выживают. Чтобы чувствовать себя уверенно, не хватает тысячи в месяц. То есть они вот свои 1200-1400 должны не выходить из машины, чтобы заработать. Здесь это разумно, здесь это справедливо. Такое количество лицензий покупать, такое количество разных разрешений здесь, 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 территории, и на выходе водители вот сюда. Ну, таксоматерный бизнес вообще очень интересный. Я последние два месяца досконально хотел выучить ситуацию, и оказывается, что таксист там самый крайний, там какие-то 3-4 слоя поверх таксиста самого, там есть и те, у которых принадлежат машины, те, которые занимаются организацией такси-бизнеса, и плюс агрегаторы, которые еще, эти большие фирмы берут проценты просто за свой бренд. Ну, вам кажется, вы справитесь с этой ситуацией? Ну, отрасль такая интересная, ловкая, умелая, но посмотрим. Хотел еще спросить, чем закончилась проверка КНАБа вот этой ситуации с подарочной картой, которую вам пытались вип-карту сучить, аэрбал всегда, но так не смогли, и КНАБ возбудил проверки, но как-то я не нашла, что они там, чем закончилось. Да, пока никакой новой информации у меня нет, я надеюсь, КНАБ что-то там ищет, но я свое дело сделал, я просто дал эту вип-карту назад, и все. А все так может просто прекратиться, или должен быть какой-то вам ответ, письменный решение КНАБ, что там не найдено конфликта интересов, или найден. Я думаю, для начала это вопрос каждого человека самого, если он хочет или не хочет использовать такие карты. Это одно. Другое – это как предприятие организует свою деятельность с особо важными клиентами. Со стороны предприятия они могут это делать, это никак не противоречит закону, но вот со стороны государственных лиц использовать такие карты, по-моему, неприемлемо. Да, но даже в вашем правительстве есть разные мнения по этому. Да, что вы популисты, и решили вот так вот себе сказать. Хорошо, еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Министр сообщений у нас. Доброе утро. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос министру на тему налогообложения автотранспорта. Задавайте. Когда, наконец, ведется подобная система, как она сейчас действует в Литве, потому что в Литве автоналог как таковой, он составляет несколько евро буквально в год. Второй же вопрос связан с качеством строительства автодорог. Ну, покатайтесь в Парижской объездной, съездите хоть раз до Екапелса по этой дороге. Ну, дороги 70-х годов в Европе просто такие больше не строятся. Спасибо. Спасибо вам. Да, есть эта несправедливость. Водители платят большие налоги, и из общей суммы этих налогов на дороги уходит, там, сколько мы считали, 30%. Да, насчет налогообложения есть решение правительства в этом году не менять налоги, и в следующем тоже, но с 2021 года есть возможность поменять систему налогов, в том числе и по налог на машину или на техобслуживание, или как мы это назовем. Я думаю, что такой вариант, что вообще не будем платить вот этот налог на машину, я так не думаю, потому что этот налог используется как рычаг, чтобы те машины, у которых выхлопные газы побольше, те должны платить побольше налога, то есть вопросы окружающей среды мы как-то решаем этим налогом, но то, что одну часть из этого налога можно переставить на акциз топлива, то это, конечно, возможный вариант, возможно то, что будет увеличение налога именно на дизельное топливо, поскольку мы заинтересованы, чтобы люди больше переходили на другие виды топлива. Ну, я думаю, что водители не то, чтобы против платить транспортный налог, они хотят, чтобы он вкладывался в дороги. Дефицит средств для дороги примерно 4 миллиарда евро, это мы никакими налогами не покроем в следующие годы. Это просто такая основательная работа. Сначала приведем в порядок главные дороги, потом региональные, потом будем смотреть на местные. Ну вот, может быть, не напрямую сфера вашей компетенции, но тем не менее за СМИ вы тоже каким-то образом отвечаете. Вот как вы можете прокомментировать скандал, который разгорелся вокруг назначения нового главы ЛТВ? Это, конечно, не компетенция Министерства сообщения. Я просто удивляюсь, что на такую серьезную должность руководителя латвийского телевидения нашлись только такие претенденты, которые там были. Но там, на самом деле, были и другие претенденты? Ну, выбрали, наверное. Я бы, если мы бы организовали конкурс, то, если нет такого хорошего претендента, можно еще раз сделать конкурс, еще один виток, еще один этап. Потому что, ну, это очень ответственная должность. Там и не только работники, не только большое предприятие, как предприятие, но и это общественные медиа, это очень важное, ну, такое информационное звено. И я считаю, что надо более серьезно подходить к этим вопросам. Министр сообщения Талис Лынкать сегодня был с нами на Болткоме, прокомментировал много вопросов. Спасибо вам большое, удачи в работе, до свидания. Спасибо, хорошего дня. Хорошего дня и вам.